Всем привет, меня зовут Катя Одинокова, а это влог с острова Фуко. Влог состоит из нескольких дней, поэтому погнали. И мы все такие модные отправляемся на фазосессию. Подожди, стой, телефон надо с вас. Так, и в тапочках. Я тоже в тапочках. И вот мой образ. Я буду фоткаться в кеске, в кеске, в каске. Дима в шлеме, выкатывает байк. Это смотрится очень мило. По итогу мы приехали в один из самых красивых районов острова Фуко. Это Sunset Town. Мы приехали туда на фотосессию, а также посмотреть одно очень интересное шоу. Ага, поворачивайся ко мне, иди на меня. Так, приехали вот сюда. Здесь красивое такое место. Здесь львы и лестница. Продолжаются фотосессии. Мы к спартанцам... Она ножку делает? И бобы вот так, как Катя, понимаешь? Мы к спартанцам погнали. Погнали, все. Погнали к спартанцам. Приехали в еще одну локацию. Вот здесь такой бигбенд. Дима тоже сейчас снимает. Там люди готовятся к фотосессии. А мы сейчас пойдем вон туда. Там спартанцы, по-моему, да. Я выгляжу вот так. Мы уже пофоткались. Я представляю здесь, что получилось. На самом деле, очень красиво. Но я не люблю, когда на месте много локаций. Я не выставляю так много контента. Вот. Ну, точнее, не вижу просто в этом смысла. Загорелся бигбэн. Красивая Алена. Давай. Ты лезь? Хорошо. Давай ко мне, дайте будет. Мы не образованы. Почему? Потому что это не бигбэн называется. Ну ладно. Я не знаю, как это называется. У тебя самолюбование? Да. Нет, пошли. Я имею в виду пошли в фотосессии. Пока еще ничего темного. В общем, короче, мы сейчас пришли смотреть шоу световое здесь на таких кругах. Вход за одного человека билет стоит 150 тысяч донгов. Это примерно 600 рублей. Алена с Мией ушли туда сидеть, а мы решили посмотреть это все сбоку. Вот здесь вот все сбоку это находится. Вот эти три круга. Раз, два, три. И здесь еще должен быть салют. Вот мы увидим, посмотрим, как это все будет. Даже нам перепадает. Даже нам перепадает. Наша проекция. Алена с Аленой сейчас съездили на байках за продуктами. И я сейчас буду готовить блины. Вот уже подготовила продукты. Значит, молоко купили. Эта приправа, кстати, для приветок очень вкусная. Просто пушка бомба. Яйца, мука, сахар. И сейчас все это вмешаю. Будут блины. Кстати, мы живем одной большой компанией. Шесть человек в большом доме. И готовим с Аленой по очереди. Я первый раз готовила блины на шесть человек. На самом деле это занимает очень много времени. Около двух-трех часов. И это все блины, которые остались. Здесь осталось 13 штучек. А вы видели, как оба дю я готовила. Получилось каждому по пять блинов. И еще где-то восемь штучек осталось. В следующий раз можно будет сказать, что по шесть можно съесть. Сейчас я уже выставила свет. Сейчас буду снимать ролики. Как вы поняли, что этот день со мной убрала постельку. И нашла еще одно постельное белье. Так как завтра к нам придет уборщица и будет убираться. Если честно, я уже очень сильно устала. Мы сегодня еще должны будем печь вареники. Давно хотела снимать такой формат. И вот наконец-то решила попробовать. Проблема только в том, что мне это будет ремонтировать. Но я надеюсь, что я это все наснимаю так, что будет легко монтировать все это, соединять. Вот такие вот дела. Надеюсь, что сегодня-завтра вернусь в свои другие соцсети. Так что подписывайтесь тоже на них. Все будет в описании. Ален, что мы сегодня готовим? Мы вьетнамские пельмени. Зачистили приветки. О, хлеба будешь? Да! Отлично. Сейчас накормим ребенка. И будем лепить пельмени. Короче, мы делали пельменное тесто, но у меня не получилось. Я делала его по новому рецепту с тиктока. Видимо, не нужно было. И мы решили из этого теста сделать вот такие пирожочки. Это сосиски. А здесь фарш из кребетки и рыбки. Да, не надо готовить по тиктоку вообще. А это наш район, где мы жили в одном из таких домов. А сейчас мы едем кушать в кафе школу. Вот так закончится наш вечер четвертого дня блога. На ужин мы пришли в наш любимый местный ресторан, заказали всякие пальчики, ракушки, даже была какая-то сладкая селедка, много зелени и, конечно же, рыбка и рис. А Алена всем предлагала попробовать ее лягушку. Кстати, мне кажется, что она не соленая. Она не соленая. Она сладкая. Она сладкая. Короче, заехали в какую-то шиномонтажку. Здесь нам сейчас меняют колесо, и мы заново продолжим свой путь в краем.